Всем здрасте! Попробую я этот ваш АСМР, не знаю как получится записать или нет, но короче как уж выйдет и будет оно без монтажа, потому что я уже тупо устала и просто словила вдохновение под все. Короче, так как прошлое АСМР без монтажа, как-то вы вполне себе захавали, то я думаю это тоже подойдет. Не могу сказать по счету аромата и вообще скорее всего половину двух пост без аромата, ибо я тут с другой стороной водика, а духи с другой стороны ноги. И я как бы слегка уж очень, если честно, устала, когда монтировала видос, который возможно даже загрузится больше, чем это АСМР. Поэтому от кучи ароматов я думаю у меня просто под уже еще больше мигрени, потому что сегодня была очень мало на улице, но как-то в общем совершенно какой-то неправильно сложившийся день. В общем это у нас фортуната от Фаберлик. Если я ничего не путаю, то это по-моему мне отдала Аленка, которая Елена Снегирева и канал у нее сейчас называется Елена, повышая суп с ней. Как бы девочка, которую я знаю уже 16 лет, можно сказать, ну 15 с лишним лет, мы с ней учились параллельно, но как бы в одной компании были, когда я была в Кульке, на АСе Рославле. Я не очень была умна, вообще не уверена, что я правильно поняла формат АСМР, но если что-то не так, то извиняйте. Эту воду мне тоже подарила Аленка, ну как бы мы с ней разговаривали, однажды я бы сказала, что что-то про Анлизабета Акн говорили, сказала, что мне они нравятся и периодически я их покупаю. У меня на тот момент, когда я надарила, был маленький флакончик, по-моему, или 30, или 35 миллилитров. Это гринти Алисабет Артен или Атен. Наверное, был резкий звук, но вот как-то так получилось у меня. Ну понятно, что это чайное дерево, такое нежное и легкое. Мне оно нравится, сколько я помню, мне в общем одни из первых доховных арабель Алисабет Артен и пикмоз. Пикмоз уже как бы нет там, но даже не знаю, продается ли оно. А вот Алисабет Артен я заказывала на клубнике потом, на Ассоне покупала еще где-то. По-моему, его можно приобрести в Ливкош, если он есть в вашем городе. Это тухи, не знаю какой фирмы, скорее всего русские, точнее даже туалетная вода, наверное. Пахнет она сиренью, мне ее подарила одна моя знакомая, в общем, скажем так, великовозрастная подруга, которая приезжает в соседнюю с нашей деревню и где у нее выращиваются всякие травы в экологически чистом месте. Такой вот флакончик, похожий на силуэт девушки. Простенький и со вкусом. Как вы уже поняли, я как-то беру совершенно наугад, что по другу попалось. Это одни из моих любимых духов от Эфраше, Секрет Эссенс. Секрет Эссенс и Нероли. Я их помню, кажется, тап. Или они в подарок мне пришли, можно было выбрать подарок. Или я их все-таки покупала по скидке. У меня еще была такая маленькая Минька, возможно, она еще дорожевая. Аромат, если я не путаю, он немножко похож на Эфрашерский цветок апельсина. Возможно, слышно, как я кладу, и они свякают. Это мне отдала, по-моему, на наши последние встречи Аленка. Духи Адопт. Такой же фирмы у меня был Асмантус. По-моему, их продают в Ревкош. И вроде как они французские. Это вроде как у нас была клубника, если я не путаю. И они что-то ей не подошли по аромату. Мне кажется, она их вообще покупала, когда я покупала свой. Вместе с ней, короче, я покупала один, только покупала свой Асмантус. Чисто за ее пинг-аут. Знаете, бывают люди в удаленках такие, которым легче согласиться и купить. Потратить деньги на непонятно что, чем, отказать. Потому что, ну, нет, такие люди не понимают, либо не слышат. Короче, у меня эти дуги очень долго лежали, прежде чем я их, точнее, стояли. Прежде чем я их заюзала. Вот Аленка мне их отдала. Ну, если честно, я не помню, как они пахнут. Многие из духов, которые мне Аленка отдает. Вот у меня есть человек, у которого, как бы, девушка, ну, не у всех есть финансы. Допустим, купить даже каталожные духи каких-нибудь Девин или Воперлик. И если ей что-то нравится из того, что у меня есть, допустим, Аленкиного, то я ей дарю просто. Особенно, если что-то мне, как бы, когда аромат вроде как нюхаешь, вроде нормальный. А потом, понимаешь, это совершенно не твое, это стоит. И тупое место занимает. Ну, и, в общем, если человеку нравятся духи, то почему бы не отдать? Потому что у меня их, как видите, дофига. Уж, конечно, тут не люксовая, как-то. Многие говорят, что типа надо люкс. Там, может быть, не духи люксов, другие и больше ничего. Но у меня, в принципе, были духи формата люкс. И как бы, все равно, одним только ароматом, чисто вот я, ну, мне этого мало, мне на еще какой-нибудь, как минимум, аромат. В общем, насколько я себя помню, у меня всегда было, без первых духов, как я уже говорила в начале видео, Это были бигмоз и чайное дерево из Бет-Артон. Или ше, что-то по типу чайного дерева, только даже не всегда чайное дерево, короче, Сальвадор Дари. Это иврашевские остатки, был рожка, ше, то ли это вода, утром, саду, цветок апельсина, как раз он немножко напоминает на роли. Не получается у меня нежненько, так плавненько, открытых. Это тоже иврашевские, кейнская вода, зеленое дерево или чайное дерево, по-моему, они уже сняты, считаются как отеколон. То бишь, кейнская вода, это то же самое, что отеколон. Мне очень нравилось, у меня раньше приходило очень много подарков, я даже сама просто заказывала. И, насколько мне известно, одной из моих сестер тоже очень нравятся подобные духи. Но я не похожа, конечно, на Элизабет Артона, только они все же отличаются немножко. Вот у меня рука тянется к чайному дереву. Тоже самое, как бы, похожее утром саду серии, тоже иврашев. Я сама его покупала. Эти мне подарила Лёлька из Тюмени на день рождения. Она, насколько мне известно, я не знаю, у неё вроде бы нет аккаунта на Ютуб, но у неё есть аккаунт ВКонтакте. В общем, она моя зрительница. Это у нас аттракцион Эйвен. И вот я всегда его хотела попробовать, но когда не удавалось, даже в пробниках, насколько мне известно. В общем, не могу сказать, чем пахнет, ибо уже давно не пользовалась, но он мне нравится. И тут очень интересный такой вот сам по себе флакошек. Я не сразу поняла, как его вообще нужно пооткрыть. Это Асмантус Натурелли Митка, который до сих пор, по-моему, можно заказать до сайди и в Роше, и даже в оффлайн-магазинах купить. Тоже сама покупала. А может быть, приходила в подарок, я не помню, если честно. В подарок, в смысле, когда заказывала что-то в Роше. Вот рука тянется к одному из моих любимых туфхов. Вообще, вот серий такой Эвиденс. Как явность переводится на русский язык, это тоже и в Роше. В таком, в общем, как видите, коллекционном, лимитированном вагоне. У меня еще есть один Эвиденс, я думаю, за него тоже руки дойдут. В общем, как бы, одни из первых туфхов, которые мне понравились в Эвен. Ой, пардон, в Роше мне приходили в подарок, я сама их заказывала. Но большая часть мне приходила, конечно, в подарок. Тоже одни из моих любимых. Туалетная вода от Эвроше. Роза. Утро в заду. Может быть, даже второй флакон. Я помню, я их покупала вместе с цветком апельсина, когда вот объявили в Роше, что будет подорожание, и там какая-то цена была конкретная. В общем, я их купила. Года два, наверное, назад. Может, даже уже три. Это у нас цветок вишни. Кажется, что он практически бесцветный, но он все же немножко бледно-розовый. И он, кстати, мне напоминает тоже утром зато и тоже Эвроше. Туалетная вода, она мне напоминает и цветок апельсина, и немножко на роли по аромату что-то общее есть. Это мне дарила, скорее всего, да, отдавала, наверное, Аленка. Сейчас я хоть гляну, что это. Так. Романтичный букет Сент-Эссенс. Это от Эйвен. Я вот его в последнее время, ну, как бы с весны, наверное, так конкретно пользую. Но не могу сейчас сказать, чем он пахнет, но, по-моему, что-то такое сваденькое. Думаю, может быть, будет в каких-нибудь летних, или в этом месяце, или, может, уже в следующих баночках. Это я покупала сама, когда еще была представителем Эйвен Фэм. Мне понравился, в общем, получилось так, что то ли в подарок я покупала, то ли мне в подарок пришло, или что-то в этом роде. Мне понравился аромат лосьонца от села, и я потом купила себе такие духи. Вот это самые первые духи, которые мне очень понравились. Ну, вообще-то, по-моему, туалетная вода все же. Это всем известный цветок. Их цветочная диска. 30 мл. Это уже не знаю, какой по счету флакончик. У меня были по 50 мл и 30 мл. И вообще вся разновидность цветочного диска. По-моему, в 2011-м выпустили их. В общем, это наше 6,7-й, если не 8-й флакончик. Такой вот именно 30 мл. В общем, мои любимые. Если вдруг не знаете, что мне подарить, то цветочная диска. Всегда угодите. Это я покупала в Эйвен, тоже когда еще была представителем. Это Эйвен Прима. Она очень напоминает. Это, в общем, считается мудрым ароматом. Так же, как Еврашевский Эвиденс. В общем, она очень напоминает по аромату Эвиденс. Я помню, даже когда делала обзор, сказала, что если вдруг, ну, как раз там что-то выводили, что ли, санкции, или что-то такое, подорожание, что если вдруг получится так, что Еврашев в России не будет представлять, то можно найти аналог. И аналог вот это именно Эйвен Прима. И оно держится. Здесь, так как заявлено, 8 часов. Не помню, только туалетная это вода или парфюмерная. В общем, он мне очень нравится. И он действительно вот стойкий. Хоть я им давно не пользовалась. У меня тут много всего. Видно, что он, в принципе, прилично уделал. У меня еще обозьоны за тело были с этим ароматом. В общем, очень классный. Если вы любите пудровые оттенки, то Эйвен Прима я вам советую. Вот это. У меня было два маленьких флакончика. По-моему, этот 100 мл. У меня был флакончик 35 мл и 60. Это Морган Детуа. Морган для тебя. Морган Детуа. Я его раньше называла, но и так иногда Морган Детой. И я понимаю, что это неправильно, но как-то так. Так, у меня была серия Морганов. Я его заказывала в свое время на Клубинске, когда он еще был вот чисто таким неопустевшим сайтом. В общем, очень мне нравятся они. Они похожи на нефрашевское, цветущее, статистское. Есть что-то общее. У меня еще были зеленые, голубые-голубые остались. Зеленые я кому-то задарила еще какой-то аромат. У меня в свое время я хотела собрать всю серию этих Морганов. Вот именно вот такого формата флакончиков. Но как-то не удалось. Это я заказывала по заползцам. Этим скидка у меня была 50%. Это несколько нот любви, парфюмерная вода и фраше. Такой сладко-ягодный оттенок. Оттенок аромат. Это, если нет никакой наклейки, есть наклейка. Нарси Родригес для нее. Это, скорее, наверное, или... Короче, что-то такое вот. Это от Леванты, я так поняла, какого-то там элитного парфюма. Приезжала ко мне в начале года Таня Китаева, которая, скажем так, мы с ней не сошли во мнениях. И она какое-то время меня смотрела. Даже иногда в стримах участвовала в диатике. Короче, это какие-то диванты какого-то парфюма из ее коллекции. Честно, не помню, как пахнет. Это Женьке, моей бывшей подружке, скажем так, моей бывшей знакомой, Брант подарил на 8 марта. Ну, знаете, люди такие бывают. Вот вы им-то века подарков дарите. По поводу и без... И если не попросят, а когда вы что-то такое вдруг спросите у них, то это начинается. В общем, ей подарил Брант Толки какой-то русской фирмы. Они ей совершенно не понравились. Немножко похожи на Натюрель, но не совсем так. И я спросила и, ну-ка, она стала их ругать. В общем, я ей сказала, что здесь не нравится. Можешь подарить мне. На что мне сказали, что типа, вот, ты должна со мной поменяться. Я до сих пор помню, я с ней поменялась на косметичку и фрошевскую такую пенальчиком. И Тесик какой-то, по-моему, ей нравился этот лотос. В общем, Тесик с жариком лотос. В общем, вот так мне достались эти духи. В общем, по-моему, туалетная вода, наверное. Вообще, вот сейчас открыла. Они даже так вот пахнут, чем-то таким еще Эйвен напоминают. Даша немножко, может быть, напоминает Эйвеновскую эту самую пупланку. Тут какая-то вот Макамана написана. Не знаю, как видите, или нет. может кто-нибудь смотрящий узнает в этих духах что-то такое знакомое и скажет мне в каменах, что это. вот эти духи или парфюм, или туалетка, говорят, знают. Это у нас, наверное, что это? Вандерфлау, волшебные цветы. Это вроде как Арифлейм. Да, вроде как Арифлейм. Да, это Арифлейм. Таким вот цветочком Аленка мне отдала. В общем, она как-то в обзоре в своем Арифлейм в заказе сказала, что заказал такие духи, и ей понравились. Я попросила у нее пробник заказать. Вот если человек, я не знаю, смотрит этот человек из стрима в СМР, то вот как раз в эту тему, что почему я не могу заказать Аленку. Я у нее очень много раз пыталась заказать, даже чисто пробники или еще что-то у нее попросила. В общем, заказала через нее пробник. Она, конечно, мне его не сделала, в заказ не вложила. Может, ей надо предоплату делать, хотя мы вроде как с ней подруги. Как она при каждом удобном видео в шаге и так далее при каждом удобном случае заявляет. Ну, в общем, пардон, наверное, чуть-чуть задела камеру, может, как-то отразится на видео. В общем, я у нее заказала этот пробник этих духов. Она, конечно, не сделала заказ. А потом, когда мы однажды с ней встретились, я реки уже, она сказала, что он даст мне эти духи, потому что ей они, типа, не понравились и держатся они на ней только 3 часа. Ну, или это, туалетка, короче, так они у меня оказались. Мне не нравятся, они так приятно пахнут, но, как я уже наговорила на телевизор, я сейчас не могу, не буду все боты отнюхать. Вот это, по-моему, если честно, не помню, может быть, кто появится, будет смотреть, кто-то из любителей фанатов в Роше, вариации лимиток на Тюрель. Это и франшевская лимитка на Тюрель, только я не помню, то ли это те самые голубые овощи, то бишь голубая лакуна, как ее по-русски называли, то ли это тропикана или как-то там у них еще было, в общем, у меня какая-то из них была, да, и другая, по-моему. В общем, если это голубые овощи, то я их сама покупала в Роше в оффлайновском бутике. Если это тропикана или что-то в этом роде у них было что-то с тропиками связано, или может по-другому, ну, вот ассоциация с тропиками, то это у меня была поменяшка, у меня были духи, короче говоря, тоже на Тюрель полноценная, и когда я была еще в группе, и со мной девочкой поменялась, я ей посылала на Тюрель, она мне посылала вот эту терпикану и как там оно называлось. Это у нас тоже и в Роше кенжская вода, по-моему, ее еще можно найти на сайте, на онлайновом, возможно, даже по планкам можно заказать, мне уже колючие несколько планков приходило, даже сегодня, по-моему, или вчера, короче, на днях пришла, помню, да, вчера, наверное, пришла сообщение, что где-то очередной год, наверное, уже 7 или 8 лет, как я занимаюсь, как бы заказываю в Роше, 8 лет, как я с Роше, да, и они мне кинули на мыло, что утром годовая слово «сделайте заказу», надеюсь, в течение месяца, типа подарок за то, что я там с ними уже черти сколько лет, правда, я давно уже не заказывала, меня иногда подмывают, но с другой стороны, мне, я сама покупала, и надоели кучу всяких, не только и я решила пока вот тут, как-то, видимо, плохо надо, раз я еще не заказываю ничего, в общем, эти тузи, точнее, кемчевскую воду, как эти колонны, еще можно найти на сайте, и, хорошо, это вот тут вербена, да, вербена, в итоге кучка слева растет, это у нас классическая, Summer White от Avon, я еще заказывала, когда была представителем Avon, похожа по аромату на Naturel, а еще на Light Blue, Blue Light от Tully Cabana, но у меня сейчас его нет в наличии, хотя раньше я его заказывала периодически, это Love от Avon, тоже, опять же, тоже заказывала сама, когда была представителем, это Burblank, который больше 10 лет, не поверите, она до сих пор еще не изменила аромат, и она как бы, в общем, я ее заказывала еще, наверное, у меня кто-то из одноклассников занимался, на беспрысковке, такой этот коллекционный флакончик, до сих пор пахнет именно так, как и есть, тот самый, он, наверное, когда только-только она появилась, мертвые несколько лет, вообще, я не знаю, если, наверное, сколько это Burblank, самим по себе духа, когда они там первый раз появились в Avon, ну, в общем, это один из тех ароматов, когда вот, мне кажется, сейчас эта Burblank, не настолько долго подержала ароматы, не настолько бы долго жила, может, сказать, раритет уже, ой, возможно, вот это голубые овощи, а возможно, это, ну, смысл, голубая лакуна, или тот самый, терапический аромат, в общем, это очередная, натуральная лимитка, лимитка натуреля, от Эфраше, не могу передать аромат, хоть и понюхала, так, это уже во флакончике, от Эфраше, бывшей, от и любви, или от и страстной любви, какие-то мои самопальные духи, с ароматом роз, я их пользовала, когда работала у ситры магазине, еще в прошлом году, снила их, хозяйка, соседнего магазина, даже посоветовала мне их на волосы наносить, это мне дарила, Миньку, Асмантус, натурель, и Фрашевские, Лёлька из Тюмени, та, которая зрительница, это мне пришла, поменяшки, был такой блогер, Алена О, потом она закрыла канал, по какой-то причине, потом открыла канал, под другим ником, ничего личного, потом я не знаю, что из-за ее канала, но знаю, что она есть в ВКонтакте, и подписана на мою страницу, посвященную каналу, ВКонтактовую, а еще, кажется, на Инстаграм, она занимается вышивкой, у нее трое детей, короче, интересная такая женщина, и я посылала ей какие-то там, какой-то, кажется, свечку восковую из Беларуси, плюс какие-то тулики, или тулишам, что-то такое, или гринмаму, или фраше, потому что, ну, как бы, просто одну свечку посылать было, в общем, как бы подарок, ну, и мы с ней решили потом поменяться, я выбрала вот эти, эмановские, кто это у нас, и Мари, и она у меня долго строяла, потом пошла, и, в общем, такой интересный аромат, он мне нравится, видимо, придется все же делать монтаж, потому что у меня остается где-то чуть меньше 4 минут, а духов еще дофига, короче, это самая больная духи, и мне флакончик, возможно, от этого, от Сальвадора Дали, и не помню, чем пахнут они, это из набора, что мне присылала подписчица Лена, Минск-Москва, или Москва-Минск, кому удобнее, не помню, чем пахнут, но это Мари Кэй, вот этими я пользуюсь последние 2 дня, это Эйвановский, я тоже покупала, когда была еще представителем, это Парижян Шик, Парижский Шик, очень напоминает по аромату несколько нот любви, и фраше, а еще эликсир, и фраше, кстати, они в таком же лакончике, ну, в смысле, без брызгут, это уже дикая снятость, это Пион, и фрашеский, я уже не помню, как серия называлась, но это вот последний флакончик, который у меня остался, или цветок Пиона, ну, и, соответственно, он пахнет Пионом, и, мне Аленка, я в свое время пыталась запросить, но они мне самой очень нравятся, и просто решила оставить именно этот флакончик себе, какой-то я там, меня покупала девочка еще, когда я была в Ирисках, и Женьки, с которой я вот общалась, тоже очень нравились они, рука тянется, затянуться бы, это какие-то арабские духи, которые, Таня Китаева, которая ко мне приезжала, при нее уже, в какой-то лорике, привезла, она сказала, что она где-то их покупала, во время ожидания самолета, я не помню, как они пахнут, если честно, блин, вики, я их сейчас открою, короче, не буду рисковать, это тут все-таки кровать, и куча духов, но выглядит, как пачка сигаретная, кто-нибудь подумает, что у меня огромные, длинные руки, это тухи, которые, или туалетка, в общем, это ваберлик, юцу, каори, которые Аленка, сначала покупала себе, я так поняла, что они ей не понравились, она решила отдать, мне какой-то такой аромат, один из такого, типа, как мне нравится, ну, а сейчас, я не помню, какой, это тухи, которые я попросила, когда меня Лёля из Менни спросила, что бы я хотела, в общем, я ей сказала, что я, в общем, когда была представитель Алены, я очень хотела заказать, но как-то у меня не получилось, потому что они меня забанили, это очередная лимитка, а может, и лимитка, варианцы, короче, Summer White, а это я, не помню, как пахнет, но я ими пользовалась, так, это у нас чё, это как раз та маленькая дни роли, которая, оказывается, ещё не закончилась, от Ив Роше, секрет эссенции, это тоже из того набора, от Лены, которая Минстера Москва, моя подписчица, это от Мэри Кэй, в общем, продолжая свой абсурд, хоть я и торопилась, и думала, что оно всё-таки успеется, в 29 минут, да нифига подобного, это, по-моему, самопальные духи, уже, мои самопальные духи, во флакончике, от Ив Роше, да, это бывшая амбровая луаль, чем оно сейчас пахнет, я не помню, даже открывать не буду, оно масляное, так, а вот это от Леван, это я поменялась когда-то, с девочкой, два раза, из рисок, но бывает, короче, люди, которые не очень честные, в принципе, как вся эта шарашка, и рисок, хотя, насколько мне известно, Ленка, вроде, в них до сих пор состоит, может быть, из моего пенка, ещё когда-то, когда я даже не знала, что она заниматься, что у неё канал есть, на ютубе, короче, чем оно пахнет, не помню, тоже какие-то от Леван, деке, это, я, кажется, наверное, всё-таки заказывала сама, ой, пардон, это, или, оно, что, Саммер, Саммер, какой-то Саммер, Саммер, Вайт, Саммер, что-то ещё, сегодня, это, уже, Ода, несколько нот любви, Ода, пыталась позвать, несколько нот любви, от Эврошей, это, Лена, Минск, где Москва получила подарок, от Эврошей, и, короче, они ей не понравились, но мы с ней как-то общались, и, или я в видео говорила, короче, и она, спросила, действительно, они мне нравятся, они мне нравятся, почему она мне их прислала, как она сказала, без одного пшика, тут 30 миллилитров, там у меня 50, почему я вот так сделала, мне тупо понравился, вот этот вот звук, знаю, как вам, скрип такой, это вот одна, как раз, вторая, мой Морган, Морган, для тебя, Морган-Татуа, Морган-Татой, как я называю, это пахнет, ближе, так, к сладкой ванильке, но и да, у нее не поднимается, в лакончик, вот крышечка, точнее, так же, как у большой, красной, просто щелкать, сюда прыскается, у зелененькой, вот здесь, пусики была, такая, короче, как бы, стразик, свороски, может, не свороски, как бы, силуэт такой, частично силуэт женский, частично женский, частично силуэт, это мои первые, самопальные духи, моя родня, и сестры, и тетя, и еще бабушка, пока была шла, говорила, что все говорили в один голос, в разное время дыхая, что оно пахнет корицей, и шариковые, масляные духи, вот тот самый, эвиденс, но некоторые, вот есть, знаете, не знаю, как у вас, у меня есть некоторые друзья, которые, даже, ну, знают, как это пахнет, но все равно начинают пользоваться, пробовать, откручивать, и так далее, короче, как-то одна девица, скажем так, моя подруга, не знаю, что она с ним сделала, но у меня теперь с трудом получается, и пользоваться, я покупала их, короче, за 1700, до сих пор помню, на них была скидка 700 рублей, плюс у меня был бонус, скидочный, скидочный бонус, тоже 700 рублей, в общем, они мне вышли на 1700, как-то так, это тухи, ну, если, я ведь, он сами по себе, где-то трое суток на вас держится, дайте вообще до хрена, это тухи, которые кто-то из родственников дарил моей бабушке еще, но то, что не осталось, как бы, в той квартире, оно вроде как между свежим и сладким, что-то я третий раз уже, наверное, будто бы устала, и третий раз я шараху этот свой флакончик, это уже Ленка мне отдала, я так поняла, что она пользовалась, но ей все-таки не понравились, у меня такие были, я покупала их еще, когда была представителем, это Raven Miss Mirage Black, у меня даже отзывом был посвящен, я назвал этот аромат, роман солнца, в общем, это уже спасибо Ленке, которая, Аленка, собственно, короче, очень редко, что из того, что она мне отдает, действительно, мне очень нравится, а вот это мне очень нравится, вот это у меня не помню, или поменяешь, когда я сама заказывала, может быть, я с Ленкой менялась на них, не знаю, это тоже очередная вариация Summer White от Dave, вот эти мне отдала Ленка, что они ей там не понравились, еще что, я уж не помню, так, это у нас коктейль, столик, история, коктейльная история, короче, в Эберлик, только по FL поняла, что это в Эберлик, чем оно пахнет, я не помню, но когда я в каталоге видела, то мне всегда казалось, что это пластиковый такой флакончик, что если на него надавить, то он ставится, походу, я делаю это стекло, вообще смахивает на какую-то соску, если честно, это тоже уже флакончики от Big Moss, самопальные духи, чем пахнут, не помню, делала сама, это какие-то дикие от Леванды, как раз от той девочки, я, кстати, сейчас помнила, что ее звали, Даша, Даша из Риза, вот, вот этот вот, и вот это, значит, мне тогда дофига этих Левандов прислала, и внезапно, люди, не поверьте, у меня последний флакон, это на Тюреле, там мне очень нравится, и фрошевская, оригинальная, ну, в смысле, не лимитка на Тюреле, и как бы я, наверное, 2, может, она мне и в подарок приходила, приходила как-то в подарок, я задарила Аленке, Аленке, потому что она жаловалась, что никогда не пробовала, что ей очень хотелось, ну, и так далее, я ей подарила на день рождения, может, года 2 назад, короче, и в подарок мне приходила, и Минке приходили в подарок, я обычно их раздаривала, обычно шейки, потому что, иногда, чаще всего, шейки от Туга выпрашивала, но я как бы ей дарила, потому что я считала ее своей подругой, в общем, ну, и пару раз я покупала сама, да, я, по-моему, покупала все время сама, ну, в общем, я так, одно время усиленно пользовала, периодически пользуюсь усиленно, в общем, вот такая у меня коллекция Туров, может быть, я говорила где-то быстро, но я старалась все-таки шепотом, может, я не всегда стучала, не по всем, но теперь я вам постучу, может, что-то все-таки я не так поняла, как от меня ходили, но, как получилось, в крайнем случае, можете написать в комментариях, что конкретно вас не устроило, и что бы конкретно вы хотели бы, и я постараюсь, когда будет время записать, вообще, как бы, я делаю этот видос, чтобы просто нацепить, потому что, у меня настолько сейчас нет времени на видео, что, думаю, если я сейчас пару роликов таких запишу, в смысле, не только СМР, а еще что-то, то, можно сказать, что, как бы, очищу свою совесть, и вот этот видос, по-моему, я месяц или два обещала точно, ну, надеюсь, что вам понравилось, всем спасибо, всем пока,